Если хочешь, можешь снять, да и вообще, как тебе удобно, располагайся. Так, мы не называем имен. Что научился? Стрелковое дело, медицина у нас проходит сейчас довольно-таки плотно, тактика. У тебя довольно интересная история. Да, фактически ты единственный, с кем я могу сегодня здесь, в этом тренировочном лагере пообщаться. Кто пришел сюда конкретно из России, не боится показать свое лицо? У тебя же там остались семья. У меня осталась семья, друзья, родственники. С ними у них все будет в порядке. Можно спросить тогда, какой образ жизни ты вёл в России? В России, ну, я могу так сказать, был... Ну, я учился, работал с родителями, я не особо виделся, потому что они тоже на работе с утра до вечера. Вот, так, я пришел с колледжа, всё, и пошел на работу вечером в 8 часов. Ты учился в колледже? Так, то есть. Какая специальность? Официант бармен. Официант бармен? Он, кстати, похож такой. И вечером уже шел по профессии работать? Нет. Не по профессии. А куда? Я работал, решил сменить, как сказать, профиль работы. Я работал диджеем в стрип-клубе. Диджеем в стрип-клубе. Я к тому, что ты человек, который пришел сюда, ты не где-то там, знаешь, бомжевал или употреблял наркотики или алкоголь, да? Ты мало того, что учился, ты еще и работал. Ну, наверное, что у тебя все в жизни было неплохо, я так понимаю. Ну, не считая там нюансов с властями немножко. Ко мне вот приехали по поводу моих постов в ВКонтакте антивоенных, там у меня был ролик. Естественно, я это все удалял, потому что ко мне приходили в колледжи и говорили, мол, что это за ситуация, убирай. Там уже с тобой заинтересовались департамент образования. Говорили, что за ситуация, товарищи? Говорили, вот то, что опять что у тебя там появилось, что ты опять думал, давай убирай это все. А устраивали какой-то полицовет, где тебя выводят там на публику, пытаются позорно заклеймить? У меня не на публику, у меня в группе. Там в группе просто вот только началась полномасштабная война, то есть я начал сразу сказывать в колледж свою позицию. И там, ну, просто все учителя, типа, почему ты думаешь, что мы плохие, они хорошие. Учителя? Учителя и замдиректора, ну, там все почти. А одногруппники, однопурсники? А одногруппники, я могу сказать так, у нас произошел, можно сказать, ну, не инцидент, но вы знаете, то, что выводили там, фотографировать буквы З, там строили. Да, было, да. Все вышли, я один не пошел, и пошел на урок по экономике. Цитата замдиректора, ему поставить еще один урок, помимо этого, экономики. Ты же в наказание поставил экономики? Проблема какая-то? Проблема никакой не было, учительница все нормально восприняла, такая, да, давай, пиши тестик, все, написал. А, тест по экономике дополнительный, да? Тебя так завалить хотели? Ну, хотели, да. Все, теперь я понял. А остальные выходят, выстраиваются буквочкой З, и все в порядке. Что бы ни происходило, все равно молодежь это обговаривает между собой, правильно? Как происходит? Они морозятся от этих тем. Или они охотно все-таки разговаривают? Или они отстаивают позицию российской власти? У меня в моем случае было то, что они морозятся и пытались максимально оградиться от этой темы. То есть, говорили, да ты задолбал, да все, перестань, там все, то есть, опять началось, вот. То есть, вот что-то подобное происходило. Какие посты ты писал в ВК? В ВКонтакте у меня был ролик антивоенный. Я, вроде, 27 или 28 февраля залил его во ВКонтакт. Там просто нарезка под музыку, вот всех вот этих страшных событий в начале февраля. И у меня были посты там с роликом Гордона, я не помню, там, вроде бы, «Новая политика» или «Популярная политика» на канал называется. Там что-то с Гордоном выходило у них. Я запостил у себя, там Гордон высказывался на тему будущего России. И я написал то, что вот в России нет будущего и так далее. Так, и что, к тебе пришли ли? Ко мне пришли полицейские. Сначала спрашивают, что, ну, в курсе, что у нас есть за это ответственность, там, дискредитация и так далее. Ну, можно так сказать, на карандаш меня посадили. Подписывал какие-то объяснительные? Объяснительные, ничего не подписывал. Потом уже после полиции ко мне подошли в колледжи, замдиректора, вот, краски, они спрашивают, что опять началось. У меня там еще был в статусе флаг украинский, они из-за этого прицепились. Так. Вот. В каком момент ты принял решение ехать в Украину? Я вообще с самого начала, с самого начала года, я думал, куда бы съездить. Ну, просто переехать, там подумать вообще, потому что я не хотел оставаться в России, потому что, ну, вот эти вот все развертывания и неразвертывания войск, это, ну, ни к чему хорошему не могло привести. Вот, и 24 февраля я думал уже куда-то уезжать, там, когда мобилизация еще началась. Вот, а так, вот, уже окончательное решение, то, что нужно все давать деру и как-то бороться с этой фигней. Ну, пришло уже 4 ноября, за моим другом, можно так сказать, приехали, мне позвонили на телефон. А друг, что он отворил? А он просто знал, что вот это вот все происходило. Он на меня давал показания, он мне сказал, что он на меня дал. А что он на тебя? То, что я хотел в начале года выйти с одиночным пикетом, там, в поддержку 16-летнего пацана, которого посадили из-за того, что он в Майнкрафте построил здание ФСБ на Лубянке. Ничего себе, какое преступление совершил. Да. Что значит, с одиночным пикетом? Что такое пикет вообще? Ты что-то хотел на бумажке там написать? Ну, написать, что свободу всем политизаключенным и свободу вот этому. Слушай, это, я считаю, что могли бы тебя сразу же там просто четвертовать прямо там на площади за такие вещи. Там же нельзя два слова, знаешь, на бумажке написать? Да, там с пустой бумажкой опасно выходить. Вот, даже с пустой бумажкой опасно выходить. А ты хотел написать свободу каким-то там, понимаешь, вообще уровень вины, степень вины. Да. И как же ты с этого села попал, ну, а точнее даже, вот вышел из машины дальше, следующее действие? Включить подарок на телефоне, потому что было уже темно. И я сильно боялся, потому что в домах свет не горит, все, я думаю. Может, ему нафиг, а у меня денег в кармане. Ну, у меня были моменты, то, что я думал, ну, его нафиг. Но у меня сразу, вот, когда я только об этом начинал думать, я сразу такой, не забывай, ради чего ты сюда приехал. И ради чего ты это все делаешь. Вот. В итоге я пошел по полю, не стал идти по дороге, потому что, ну, по дороге идти, и к тому же там пограничный пункт рядом. Да. И могли либо пристрелить, либо... Естественно. Допросить. И отвезти места, а не стоили отдаленные. Это да. Вот. Пошел по полю, вышел к домикам, и там еще была речка перед этим домиком. И из этих домиков... Нет, не из этих... В эти домики зашли военные. Ну, там это, можно так сказать, патруль чмобиков. Потому что они были очень растремленные. Да. Там один с собак, другой с автоматом, и все. Ну, и что дальше? Ты пошел дальше? Я дождался, пока все дно стихнет, и пошел по дороге. Вышел к инженерным заграждениям. Мне сначала казалось то, что там окопы большие копают. Слышал то, что что-то кто-то роет. Посидел, затаился, там минуток двадцать. Потом начал подползать ближе. И все, прошел заграждение. Это оказалось просто насыпь. И там дальше было поле. Ну, это... Я уже подумал, и по карту посмотрел. Это уже все, финальный этап до границы. Российскую границу я просто пробежал через поле. И Российскую границу я отогнул, пролез сквозь нее. А Украинскую просто перелез. Как выглядит вот эта российская граница, которую ты отогнал? Неохраняемая. Нет, это неохраняемая, ладно. А я имею в виду, это что, это проволока какая-то? Это... Ну, просто колючая проволока забор из колючей проволоки. То есть, можно поднять проволоку и пролезть. Ну, а страшно было? Были такие мысли, что может она под током, например? Было очень страшно. Но мне уже... Ну, как сказать... Было нечего терять, можно так сказать, в тот момент. То, что возвращаться обратно нет смысла. Бояться чего-то. Ты отчаянный парень, я скажу. Нам такие люди нужны. Так, и финальный аккорд. Попал ты уже в Украину? Перелез. У меня телефон разрядился. Я пошел через поле. В итоге дождался до утра, потому что я ночью не хотел никуда лезть. Ночью покормил крота. Почему мне крота? Потому что я, ну, ходил бродим. Изучал, можно так сказать, местность. И сказал ВСУ. В итоге встал, и подо мной, ну, земля начала немножко ходить. А там вылазит какое-то чудо вот такое. Это казалось крот, я кинул в него пирожком, он начал кушать пирожок. И так дождался до утра, и я вышел на границу в 4 часа утра. Пришел к пограничникам. И сказал им, что я что? Что я хочу. Первое. У меня было три варианта. Либо политическое убежище, либо репатриация, либо вступление в легион. Политическое убежище я сам прекрасно понимал, с какой стороны бегу. И репатриация там я смотрел только по бабушке, дедушке, отцу и маме. То есть я рассчитывал больше на вот вступление в легион. А про легион ты откуда знал? Про легион я еще знал, вот, началась война, я начал искать интернациональный легион. Зашел через ВПН на сайт интернационального легиона, нашел там Раша. Там было написано Russian Warship Go Fuck Yourself. Я понял. Потом набрел в Википедии на статью «Легион на свободу России». Вот, зашел в Телеграм, ну и так следил. То есть ты понял, что этот легион есть, ты за ним следил, но ты ничего не писал, ничего не понял. Я ничего не писал, потому что я даже не мог понять. Да и к тому же, я когда нашел, мне еще тогда, ну, 18 вроде только стукнуло. Я так понимаю, украинские там пограничники, службы, спецслужбы и все прочие поняли, услышали, что ты собрался в регион и перенаправили тебя на соответствующих людей, а дальше нам уже не интересно, потому что дальше мы уже знаем. А вот что ты можешь сказать россиянам, которые живут в Украине? Я хотел изначально вообще обратиться в общем, то есть... Давай, от себя, добавь от себя, что вот я забыл сказать. Я хотел добавить от себя то, что нет смысла сидеть и ждать у моря погоды, вот как россияне, которые живут в Украине, которые живут в России, которые же уехали в Казахстан. Это все закончится, война закончится, и не победы России. Что вы будете говорить своим детям, внукам, друзьям, я даже не знаю, близким, что вы сделали. Для того, чтобы это все закончилось. Что именно вы сделали. Потому что вас по-любому будут спрашивать, ваши дети будут ходить в школу, будут изучать данный фрагмент истории. Вас будут спрашивать дети, допустим, папа, а что ты сделал? А я уехал в Казахстан. А я скажу то, что я воевал за свободу. За свободу люди погибают, и это правда, но без этого никуда. Риски есть везде и всегда. Но этому кровавому режиму нужно уже положить оно конец. И все в ваших руках и в наших. Философские нотки, конечно, такие пошли. За свободу умирают, это правда. Правда в том, что некоторые вообще-то и не живут-то, собственно говоря. И так существуют. Да, действительно, люди выбирают воевать и даже погибнуть, но за свободу. А не жить рабом всю жизнь под плетью, исполняющим любую прихоть царя-батюшки. Кстати, я хочу еще... Можно добавить? Да, пожалуйста. В качестве вопроса на ответы я видел комментарии, что он очень сильно часто моргает. Я волнуюсь. Я тоже человек. Все. Спасибо. Вам спасибо большое. Было приятно пообщаться.